Глава 19 Левит 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 твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя. Я Господь Бог ваш. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу с кине собрания жертву повинности, овнов жертву повинности своей, и очистит его священнику овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не выражите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти край бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накладывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не благодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до сквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верно и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь Бог ваш. Глава 20. Левит. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Посвящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они да будут преданы смерти, Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти. И скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти. Кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов Израиля, народа своего. Он открыл наготу сестры своей. Грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою. Грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они. Бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего. Бездетными будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. И не свергнет вас в себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали. И я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаем наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле, что и отличил я как нечистая. Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои, мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых и волховать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, и кровь их на них. Глава 21. Левит. И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, и к отцу своему, к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем, и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать надрезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу хлеб Богу своему и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, а в нем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священной одежде, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога, его на нем, я Господь. В жены он должен брать девицу из народа своего, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа должен он брать в жены. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего, во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростоватый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он подприходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем, не должен он бесчестить святилища моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Субтитры подогнал «Симон»